А Ольга Васильевна потихоньку налаживает общение с будущей невесткой. Но Саша с Алианой до приезда Светланы Михайловны все равно хотят пожить в веб-доме вдвоем. И Ольгу Васильевну это устраивает, потому что она наслаждается общением с коллективом в общем доме. Меня просто интересует вопрос. Вот сегодня девочки с утра все доведились. Вышли нарядненькие, да? Мальчики тут крутились, вертелись. Русик, мальчики крутились, вертелись, помогли посуду помыть, хотя и дежурные не были. Девочки нарядились, вышли красивые все. Мальчики и девочки. И мы вот строительное нарядились. Для кого кто наряжается? Для вас, Ольга Васильевна. Да. Чтобы ваш глаз радовать. Ходим здесь нарядочек. Мне просто мальчишек жалко. Девчонки наряжаются. Ольга Васильевна, сегодня утром было показательно. Сидя, тут вы, приготовили, вокруг вас все ребята. Да, все мальчики вокруг меня. А девочки в этот момент что делают? Челки свои ставят они все куда-то для кого-то, понимаешь? Ну лучше лучше челки ставить, чем, извините, по 10 пельменей уплетать в себя. Ну послушай, речь не об этом. О том, что Ольга Васильевна может в свои 65 аккумулировать вокруг себя весь мужской аппарат. Пельменями? Понимаешь? Чем угодно. В данный момент это были, кстати, это не пельмени. Как это называется? Это хинкали. Это называется хинкали, родненькая. Я тоже аккумулирую половину мужской спани возле себя. Это были глобурные хинкали от Ольги Васильевны. И когда я сверху оттуда глянул сюда вниз, я понял, слушай, вот она, женщина настоящая на кухне. И девчонки наши с пластиковой жизнью. И причем с утра, заметь, я и причесочку сделала, и маникюрчик сделала, и все успела сделать. Ну, слава богу, ты-то у меня другая, господи. Ты на особом положении любишь. Да, хозяйственная. Все, с утра встала, в 7 утра супец сварганила с курицей. Друзей угостили, пожалуйста. Не надо салат делать. Не надо. Чисто мужской салат делать. Не надо, господи. Вот как надо фоткаться со скалкой, с ножом, с мяском. Ольга Васильевна, ну да, она умеет, кстати, хорошо в кадре получиться. Эту фотографию мы залили с ней вот на аккаунт в Инстаграме. Два нижнего подчеркивания ТНТ, это наша страничка. Давай я тебя тоже сфотографирую. Потому что тут все есть, а что-то в наших городских все меньше и меньше. Да, кстати, надо побольше фоткаться, выкладывать. Смотри, мы там с тобой тоже. Еще я с Богданом здесь, да. Слушай, но Ольга Васильевна знает, да, как найти путь к сердцу мужчины. Мужчины через желудок. Ну да, в отличие от наших девушек, от Элины и Либерш, которые постоянно красятся, знаешь. А давай меня тоже с едой. Давай, постоянно хотят привести себя в порядок, но что-то не помогает им, что-то мужики не приходят. Видимо, не только... О, сейчас я сфот... Ну, нужно, конечно, да, и готовить. Ой, давай, теперь я кашку приготовила тоже. Видимо, не только, знаешь, краситься и ухаживать за собой нужно, но и за мужиком нужно еще следить. Вот. А, знаешь, там по экрану мужчины видят, как девушки ничего не делают для мужчин, поэтому не идут, поэтому они в одиночку до сих пор. Ну, конечно, да, девушка должна быть хороша во многих моментах, но я считаю, девушка должна уметь готовить и быть хорошей хозяйкой. Оля Васильевна, были против вашего присутствия здесь девочки? Не все? Не все. А? Не все. Только фактически Леберш одна была против. Таня так сомневалась. Да я не выстрою. Я, по-моему, и... Ну, этот зар... Было бы больше сразу против. Мне не аргументы искали, просто момент в другом, то, что вообще против присутствия мам направиться. Я сама предложила, что нам не место, уже когда Саша с Алианой помирились, подали заявление в зар. Нет, я не против, в принципе, нахождения мам, но все-таки мам, которые не делают вещи, которые вообще для меня неприемлемы, непонятны, никогда понятны не будут. Я тебе по-другому скажу. Вот сегодня, допустим, тема была... Мне не интересно сегодня то, что было, мне интересно то, что было тогда. А мне вот интересно, почему ты никогда не подойдешь, ни посуду не помоешь, ни приготовишь для мальчиков. Не задуматься ли тебе? Почему к тебе мальчики не приходят, и ты ни с кем не строишь здесь отношения? Вот самое главное. Здесь проект «Найди свою любовь». Ты найдешь свою любовь здесь. И из-за меня уходят, из-за любви ко мне. Да что ты говоришь, кто же из-за тебя уходит, интересно. Ольга Васильевна, можно вас, это, останьтесь на две секундочки. Не, не, мне тоже кажется, что нужно пойти. У меня вообще, по сути, другая тема, я хотел поднять. Я тут, ну, просто... Это мое мнение, я считаю, что это неправильно. Ольга Васильевна, ну сколько можно, что вы постоянно плачете, Ольга Васильевна? Вы такие вкусные, вы сделали хинкали, мы вас так все обожаем вообще. Ну что? Почему она всегда играет даже на самом больном? Почему она всегда, да, ведь именно сам больной, Арина, а почему она про себя не думает? Для чего она здесь находится на проекте? С ней кто-нибудь будет строить любовь от всех мальчиков? Почему она никогда не помоет ни посуду, не приготовит? Для чего она здесь находится? Любовь строить или вот такие вот колкости человеку править? Ну, не идеируйте, но Рустам точно так же обижает многих там, да? Рустам не так хоть обижает. Ну, Рустам по-доброму, ну что вы. Не переживайте. А Элина добьется, что Сашка второй раз ей поможет. Она просто, может, не думала, что вот так это обидит. Алиане вот досталась свекровь, вот, по-моему, в тех страшных вариантах, которые могут быть. Которая, к сожалению, не мудра и еще, в большом сожалению, и инициативна. Ревнива. Ревнива. К вниманию. Готова пойти на многие вещи ради непонятно чего все-таки. Счастья, либо наоборот, понимаешь? Непонятно, что выйдет из этого. Она безумно, ей не хватает внимания. Она патологический маньяк, вот, на внимание, в плане, она отовсюду. Она в каждой бочке, не то, что в каждой бочке затычка, ее мнение, это мнение в последней инстанции. Все должны с ним соглашаться. В силу возраста, там, я не знаю, в силу чего еще, уважения. То, что она мама, то, что она родила твоих детей. Постоянно манипуляция идет возрастом. Мне тоже это не очень нравится. Постоянно. Если бы ты пожила столько, сколько я... Ольга Васильевна, дай бог, что я поживу столько, сколько вы его. Дай бог, да? Ну, вот просто. Ой, ребята, а давайте вот это лучше споем. Нет, Ольга Васильевна, мы хотим петь другую песню. Нет, 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 вот это вот спойте, а потом пойте что угодно. Ольга Васильевна, нет, мы хотим петь вот эту песню. И Корякина-Слеперш решили поговорить с мамой Саши Ковозова, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию. Я серьезно, девчонки, я серьезно. Не надо, Еленочка, я знаю у вас двух кусачек. Не надо, Кес, не надо. Прижми юбочку, ритусики видны фельдеперсовые. Я серьезно, здесь разговоры. Что ты паникулась? Нет, мы будем сами решать, где Русь. Здесь, Ольга Васильевна, разговор здесь дашь мне. Он не хочет упускать. Скажи, как прораб. Он сейчас обидит ее, не надо, я вот об этом. Обидит, обидит. Русы нас обидели. Ма, смотри, давай так, если вы обижаете Ольгу Васильевну, тогда... Русь, тогда что? А если Ольга Васильевна нас обидит? Так, котенок, смотри, если это разговор по душам, пожалуйста, идите разговоры. Это разговор по душам? Хорошо. Ну это разговор по душам. Если что, Ольга Васильевна маякнет. По душам я вас очень прошу, девчонки. Ильинка, они обидели ее уже утром, я не хочу это говорить, хорошо, все, хорошо, все, Ольга Васильевна, если что, кричи громче, она маякнет, если что, ладно, ладно, девчонки, я на вас надеюсь, да не надо на нас надеяться, ну все же, надежда есть какая-то, надежды нет А я не знаю, Ольга Васильевна, куда вы сядете? На стул я сяду, а то кресло не стая Ольга Васильевна, можно я вас прошу, то что вы мне сегодня сказали, мне очень это было непонятно с вашей стороны, когда вы мне сказали, что Ильин, вот там лежат тарелки грязные, и ты не хотела бы их встать и помыть, это первый момент, да Я про тарелки не слова тебе не сказали А второй момент, мне непонятно, почему вы меня спрашиваете, почему вас так интересует моя личная жизнь, когда вы говорите о том, что Да к тебе вообще никто не приходит, и ты никому не нужна, на что я говорю вам, Ольга Васильевна, мало того, что ко мне приходят С проекта уходят из-за меня, из-за любви ко мне, и вы спрашиваете кто, если вы не помните, я вам назову имя Его зовут Астамур, этот мальчик ушел из-за того, что он очень сильно меня любил, и любит до сих пор, он пишет мне Мне очень важно знать, почему вы интересуетесь так в моей жизни, и мне с какой-то стати показываете На то, что там, кто-то, я должна что-то посуду мыть, мне это делать Вы хотите, да Ольга Васильевна, смотрите, какую ошибку вы допускаете, да, в отношении с Сашей и с Алианой, да, была ошибка ваша, то, что вы указывали Саше на недостатки Алианы Посмотри, она здесь посуду плохо помыла, посмотри, она здесь это, посмотри, она здесь то Сейчас то же самое Из-за этого Саша начинала ругаться на Алиану Сейчас, смотрите, вы в общем доме, да, и вы мальчиком, получается, при всех парнях При мальчиках Да, при мальчиках, указываете на недостатки девушек, то, что они там целыми днями красятся и ничем не занимаются, да Посуду лень помыть, суп приготовить и все остальное Ольга Васильевна, мы умеем готовить, и мы готовим своим любимым мужчинам Что там, Элина возмущается, что мама там живет, или что? Ну, два раза уже Ольга Васильевна плакала сегодня Ну, вот, и просто мама не хочет, знаешь, я здесь нахожусь, да, сейчас далеко Ты передай Элине, я от маме сказал, что не надо, а надо передавать Передай ей, что если ей яиц на голове, на лобном месте было мало То я могу, твой подвиг, который был совершен ей на машину, повтори только ей на голову Я думаю, приедешь и лично все ей выскажешь, когда ты будешь Ну, не знаю, сейчас, часа через два, наверное На три вот так Вы нас видели в отношении? Так, ну, надо посмотреть, покажите, какие вы хозяйские Зачем нам показывать? Вам или парням, с кем мы не собираемся сходить в отношении? Мы это знаем, мы здесь жили в отношении Тогда зачем этих мальчиков здесь оставляете? Мы не оставляем их, они приходят Мы говорили бы прямо, ты бы прямо сказала Артуру бы сказал То, что вы нам задаете, я сразу сказала, что он мне только друг Ну ладно Ольга Васильевна, и главное сейчас мы не в отношениях дела А то, что, смотрите, сейчас глобализуется проблема Сначала было только с Сашей и с Алианой Мы указывали Саше на Алиане на недостатки И показывали, какая Алиана нехорошая У нее куйма недостатков, да? Но вы способствовали, посмотри, как она плохо готовит, плохо делает это, это, это Она капризная такая, и Саша срывался одно время на нее Это сейчас, слава богу, у них там свои заморочки начались И то же самое сейчас происходит Вы стоите возле зеркала, краситесь, одеваетесь Да и слава богу, Ольга Васильевна, я говорю, может быть, в 65 лет я бы и встала возле плиты И с удовольствием накормила бы всю молодежь, которая есть Потому что, по идее, ну, вот так вот должно быть Мне все равно непонятно, откуда у вас такое вдруг Ко мне интерес к моим отношениям Что ко мне, как мужчины Почему вы на это вообще указываете? Я вас спрашиваю, или вы ко мне имеете какое-то отношение Вы на мне сегодня конкретно сакцентировали очень много внимания Заберем маму обратно еще Про Ольгу Васильевну А что, Элине, Ольга Васильевна, там мешает? Потому что будете забирать, да, ее? Будете забирать веб-дом? Алиана, смотри, ты когда светилась-то как-как Нет, ну а что, сейчас вообще, растерзание там оставить В этом дело, например, сейчас будем там Элине высказывать, да, говорит Ну, понятно, что мы, по сути-то, как бы, понимаешь, ну, уберечь ее можем только тем, что забрав ее Не, на растерзание ее туда не отдавайте, конечно Нормально с Ольгой Васильевной? Ну, ты пожар тоже своим кабинетом, ничего страшного Если что, там как-то изолируете Сейчас Алиана мама приедет с Алианином братом А, да, с братом все-таки будет Они меня сейчас упрекают, что якобы у Саши с Алианой были скандалы из-за меня Из-за меня не было скандалов Скандалы были из-за того, что Сашка, иногда видев, что Алиана была неправа Вот, он на нее иногда нападал, но чаще он нападал на меня Мама, не трогай, мама, не лезь, мама, не трогай, мама, не лезь Ну, вот вы сейчас живете здесь, они до сих пор ругаются Вот, и я, то, что сейчас Либерж пытается доказать, что я была провокатором сегодня Каким я была провокатором? Я абсолютно даже ничего не про Элину, не про Либерж не говорила, не про девочек Это начали мальчики говорить Начали мальчики, а тут Элина начала уже в другую колею взлезла Скажи, пожалуйста, тебе что надо? Тебе что не хватает? Тебе что не живется спокойно, нормально, вообще? Не знаю, а что ты мне хочешь что-то предложить? Нет, я тебя спрашиваю, ты что надо, ты что, что тебе... Выясняешь с моей мамой? Конкретно по делу Вот, конкретно тебе говорю по делу, что тебе надо от нее? Давай, давай, теперь скажи Что, какой информацией ты обладаешь, чтобы я понимала, что тебе нужно сейчас? Я тебе задал вопрос Я тебе тоже задаю вопрос, что тебе сейчас от меня надо? Мне нужен ответ, чтобы ты мне дала, что тебе надо от моей мамы А мне нужно понять, по какому вопросу ты мне звонишь Я тебе задал вопрос, что тебе надо от моей мамы? Я тебе еще раз говорю, не знаю, но твоя мама активно интересуется моей личной жизнью. Спрашивает, не хочу ли я встать помыть тарелки. А к тебе вообще никто не приходит и ты никому не нужна. Задай, пожалуйста, этот вопрос маме, не мне. Давайте, чтобы вся информация была, я приеду и разберусь с мамой. Короче, давайте, ладно. Саша, пожалуйста, я тебя очень прошу, давай мы сядем все вместе. Потому что Ольга Васильевна, она уходит и она хочет разговаривать только с ребятами, когда толпа. Когда толпа, все орут. Все, давай. Давай, все, до встречи. Саша, во-первых, смотри, я разговариваю спокойно, во-вторых, тебе нужно со всеми поговорить, чтобы сделать вылог. Ты не хочу я со всеми разговаривать, понимаешь? Они у меня никто, мне посрать, чтобы мама не сделала, для меня она будет права. Саша, ты сейчас со всеми переругаешься из-за мамы. Нет, поэтому ее нужно забрать. Саша, я буду молчать, Саша. Ты делать, что хочешь, я буду молчать, все. Это надоело. Ты, хорошо, ты больше Илье не веришь? Ребят, этот, просто вот это событие, оно, понятное дело, что и должно было привести к конфликтам между одним поколением и другим. Совершенно разные поколения, они никогда не сойдутся во мнении. Нет, подожди, подожди, нет, смотри, моя мама абсолютно, вот почему, да, получается, что Ирина имеет право высказывать, что мама там провоцирует или не провоцирует, еще что-то, да? А мама, значит, та правда, которую видит мама, и которая на самом деле есть, она, получается, сиди-молчи. Ольга Васильевна, обращаюсь к вам. Вот можете еще раз, пожалуйста, я просто эту тему хочу начать именно с вашей речи. Попробуйте еще раз донести то, что вы пытались объяснить сегодня и Лине, и Либерж. Потому что, судя по обсуждениям, да, девочки не поняли, и судя по их реакции, они обиделись на вас, они восприняли все в штыки, начался спор, а может быть вы ничего плохого-то сказать и не хотели. Ну, вот у вас есть сейчас попытка номер два. Давайте просто вот конструктивно, вот что вы хотели им донести? Все. Ну, началось с того, что со вчерашнего... Не надо мне началось с того. Я хочу просто услышать, я знаю, с чего началось и все предисловия. Что вы хотели донести? Ну, я лично до них не хотела, вот именно до Лины, до Либерж донести. Я хотела донести до всех девочек. Но начали разговор-то мальчики, и после того, как мальчики начали этот разговор, помогая мне стол готовить, убирая посуду, и говорят... Я когда Артура поприсыл, говорю, Артур, давай тарелочки помоем. Он говорит, я вчера мою, почему девочки не моют? Вот, и я сказала... Конкретно ко мне. Элина, сказали. Элина. И дальше вопрос. Вот. Почему именно конкретно ко мне, и потом был конкретный вопрос к Либер? Больше никому сделать. Я, слушай, не вижу, что будет, убирают. Ну, что ты тоже стесняешься-то? Говорят правду, прочитать. Нет, я конкретно не сказала. Разговор начался с другого русла, где Элина меня кое-как затронула. И тогда я сказала, Элин, вместо того, чтобы затрагивать вот эти разговоры, лучше бы, говорю, вы взяли, да, посуду помыли, убрали. Вот. Вот с этого разговор-то начался. То есть вы хотите, чтобы девочки, да, занимались уборкой все-таки в доме, да? Конечно. Оля, это дом. Это же не переходной, перевалочный пункт, где люди приходят, уходят. Это дом, где люди живут. Не просто живут. Это дом, я считаю. И свой дом, как не убирать свой дом и не следить за порядком, за чистотой в своем доме, я вот удивляюсь. По-моему, каждая уважающая себя девочка, вот Аня Лохолкова, например, она всегда и приготовит, и уберет за собой. Посмотрите, откройте ее шкаф. Это просто загляденье, а не девочка. Почему бы другие... Да, пример для других девочек. Откройте наш шкаф. Вот. Я просто хотела сказать, что не обязательно все время мальчиков заставлять, хотя они мне очень хорошо помогают. Почему бы девочкам не обратить внимание на тот дом, где они живут, где они кушают из этой посуды, убирают. Мария Васильевна, а претензии только к Элене и к Либерж или еще к другим девочкам на поляне? Например, Настя, я видела, она готовит, убирает. Лия мне сегодня помогала, Таня всегда убирает. Осталось только, ну что, у нас только Элена и Либерж. Причем я когда спросила Андрея, говорю, Андрей, вот когда вы график дежурства составляете, я вот это не наблюдала. Говорю, Элена или Либерж убирают? Элена месяц отсутствовала. Ну, раньше еще была, Андрей говорит, она обычно с кем говорит в паре, она говорит, помой-ка за мной посуду. Ну и тоже выход, отлично, я молодец. Хоть не отрицает. Можно мне слово, Олечка? Ну что, девочки, да, держите ответ. В общем, Ольга Васильевна, мне кажется, сделала абсолютно верное замечание, по крайней мере, ну, говорит, да, вот я ее сейчас послушала, говорит, она абсолютно нормальные вещи. Элена, да. Ну, всегда чистота и порядок. Ну, это все детали. А дальше Ольга Васильевна сказала, почему меня очень интересует, чем же вас так заинтересовала моя личная жизнь? Вы мне сказали, да к тебе вообще никто не приходит, это никому не нужна. И потом это было связано с Либерж. Так вот, а вы не находите причинно-следственную связь с тем, что именно я и Либерж не идем на поводу у Ольги Васильевны, всегда имеем свое. У Ольги Васильевны интересное мнение, но свое интереснее. Вот, и мы единственные, наверное, которые не помогаем вот так. Ну, вот мне интересно. Это моя позиция, я так живу. И если, допустим, есть задача убраться где-то, а у меня нет желания сейчас это делать, не потому что я не могу, а потому что я не хочу. Я заплачу, пойду домработницу, а она приберется. И это мое решение вопроса. Но вопрос решен. Ну, решен, так решен. Можно? Приглашаю к тебе. Спасибо, Либерж, хочу к тебе обратиться. Но прежде чем ты начнешь говорить, можешь, пожалуйста, договорить ту фразу, которую ты себе сейчас пробормотала под нос? Пусти свинью за стол. Она ей ноги на стол. Она ей ноги на стол. Ну, видимо, Ольга Васильевна про нас так думает, то, что мы хрюши с Элиной. Вот, как бы. Это ты профитировала Ольгу Васильевну. Ну, конечно, а как иначе, потому что в глазах Ольги Васильевны прослеживалась эта фраза на протяжении всего дня, то, что мы с Элиной девочки-поросюшки. Дорогие мои мамы и папа, вы представляете, да, вот у вас дочка вот такая нехозяйственная, видимо, плохо воспитана, не доложили вы в меня вот те вот моменты, которые Ольга Васильевна сейчас не разглядела во мне. Ну, наверное, вот так вот как-то. Опять я не угодила Ольге Васильевне. Простите меня, пожалуйста. Ольга Васильевна, я еще раз вам могу сказать, да, то, что моя уборка, моя чистота и вообще все то, чем я занимаюсь, это сугубо мое. И если моему мужчине это нравится, да, и мой мужчина доволен этими моментами, то я думаю, что смысл вам учить меня. У меня есть мои мамы и папы, да, которых тоже должно либо все устраивать, либо они мне сделают замечание в этом плане. Ольга Васильевна, полноправный участник телепроекта «Дом-2», она живет сейчас с вами в доме. Когда она жила в доме с Сашей, она говорила Алиане о том, какая она плохая хозяйка. Сейчас она... Сейчас она перешла, да, сейчас она перешла в другой дом и сейчас стало больше, чем в ВИПе тех хозяек, которые не могут угодить у Ольги Васильевне. Я могу сказать следующее. Будучи правильно, мне кажется, ни в коем случае не хочу вас учить, было бы отвезти тех двух нерях, про которые вы говорите, да, и рассказать им на ушко. «Девочки, слушайте, миленькие мои, ну как же вы живете-то в таком сраче столько времени, вот пока я не пришла? Не могли бы вы вот убрать здесь и здесь, и вы понравитесь мальчикам? Что же делаете вы? Вы на общей кухне, при всех молодых людях, потом упрекая нас, что мы не строим с ними отношения, говорите, какие мы неряхи. Говорите, указывайте на наши недостатки. Говорите, или не то, что вообще к ней никто не придет, потому что она вообще непонятно какая, да? Говорите про меня, то, что я тоже не могу парням дарить тепло и ласку, да? От чистого сердца. Я тебя слышала, да, это ваше мнение, ваша позиция, но так как ты имеешь право, да, высказываться, и как Элина, ну, я считаю, что Ольга Васильевна тоже, наверное, имеет право высказывать, что она думает по этому поводу. Согласна. Спасибо, Ольга Васильевна. Человеку действительно говорят правду, вот. Это что касается Элины. И, естественно, ей, подожди, да, пожалуйста. Я же вас слушал. Я тебя, подожди секунду, ты просто неправильно сейчас говоришь. Я задаю вопрос, мне не отвечают. Спасибо, хорошо, да, потом скажешь. Что касаемо Либерж, да, то, что она сейчас проговорила, там, опусти свинью за стол, она и как бы ноги, да, слушает. Ну, не знаю, может, некорректно, некорректно, как бы, да, там, ну, я не хочу ничего не оскорблять, никак, не этот. Но мы все говорим правду здесь, как Либерж, периодически там в адрес мамы нас, она говорит, ну, мы здесь находимся, мы должны говорить правду. Говорить правду. Так же, как и Лина. Вот мы сегодня ехали с водителем, и он так невзначайно проезжали Кутоцкий проспект, рассказал о том, как Либерж однажды напилась, и по дороге всю обочину ее тошнило. Ну, как бы это о девушке, да, там, что касаемо. Не, ну, это я о том, что просто я видел, что Либерж не в адрес себя, да, говорила о том, что пусти свинью за стол, а это, на самом деле, относилось немножко к другому человеку. Ты знаешь, Либерж, милая, вот, малышка моя, черненькая головка, умненькая, безусловно. Но, еще раз повторюсь, у каждого, не хочу банальщину про то, что у каждого есть мама, и мамы думают, мамы плачут, переживают, там, и так далее. Я о другом хочу сказать, что тебе бы аргументов, вот тебе лично побольше бы аргументов против Ольги Васильевны. Ты не аргументирована, да, ты не аргументирована, ты развиваешься, как вода по древу, как правило, как вода по древу. И вот сейчас, смотри, вот сейчас, реально, реально, ты действительно обижена на эту ситуацию, потому что Сашка сказал тебе неприятные вещи. Я удивлена на эту ситуацию. Сказал тебе неприятные вещи. А, то, что сказал неприятные вещи? Да, сказал неприятные вещи, все-таки сказал, да. Неприятно то, что Саша вроде хорошо к нему относился, а он так неприятно говорит. Ты знаешь, когда ты, вот когда лично ты, тут понятно, тут обида была. Вот у девчонок, вот у Ольги Васильевны с Элинкой, у них неприязнь после одного случая. Я этот случай могу понять, я могу его объяснить. Я не понимаю тебя в данном случае. И еще, когда ты говоришь о том, что Ольга Васильевна должна была почему-то на ушко тебе это сказать. Знаешь, дорогая, ты когда прокурорничаешь на нее там на кухне, ты почему-то это не на ушко делаешь. После чего я? Никогда не вижу этого зловетного ушка. Я все время вижу твой бесконечный там митинг, понимаешь, вот этот Ленин в октябре. А когда ты прокурорничаешь? Малышка, малышка, ты путаешь двух прокуроров, понимаешь. Один прокурор с самоиронией и улыбкой на роже, а вторая слишком серьезно. Вот как раз таки ты со злобой. Матичка, ты не должна быть, во-первых, слишком серьезна к себе. Потому что всякий раз, когда тебя тыкают мордочкой твоей прекрасной в твое же дерьмишко, ты выглядишь неловко. А знаешь, почему, а знаешь, почему, а знаешь, почему самоделкин молчать? А знаешь, почему, а знаешь, почему, а знаешь, почему, а знаешь, почему, слышишь, ты чего это тут раз выступался? Я с тобой вообще разговариваю. Подожди, а как ты разговариваешь? Да какая мне разница? Какая мне разница? Я тебе сейчас одену эти очки. Слышишь, ты что, разговариваешь? Успокойтесь, ребят, на тон пониже. Артур. Нет, на самом деле, ну, Рустав на сегодняшний момент просто очень сильно многословный, пустослов. Много лишнего говорит. А касаемо Ольги Васильевны, просто, ну, у меня, ну, только, ну, только позитивный, да. Она сказала там, да, приготовила покушать, да, люди покушали. И в этой, ну, и в этой системе просто Рустам старается защитить, ну, Ольгу Васильевну в том, что по большому счету не происходит. Он говорит просто пустые слова. Просто грязь льет на людей. Какое-то, ну, какое-то непотребство, ложь какая-то, ну, гниль. Гниль? Да, ну-ка, послушай, ну-ка, ответь метро. Да, что тебе отвечать? Что тебе отвечать? Ну-ка, ответь за свои слова. Это такая еще гниль тут от меня исходит, а? Закрой свой рот, пожалуйста. А, полуросток ты еще тут прикатилась в периметр. Чудовище косматое. Слушай, тебе без разницы. Нет, ты ответь, какая гниль еще? Да, сплошная гниль. Ну-ка, ответь мне гниль. А, метрового роста, че вырило тут мне? Ну-ка, какая гниль меня идут? Я говорю, закрой свой рот, Рустамчик. Пойди помойся ты. Помойся обязательно. Пойди, понючка. Пойди, понючка. Обязательно. Понючка. Скажи мне спасибо еще. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Оскорбление в сторону новеньких, Руси. Что за дедовщина? При всем при этом, при всем при этом, Рустам оскорблял сейчас Артура 3, да, он тебя никаким образом не оскорбил, а что мы только не услышали в адрес Артура, а он по сути, да, сказал просто о том, что сейчас конфликт не стоит таких масштабов, и из твоих уст льется грязь, но он имеет право защищать свою девушку. Оль, ну ты чего, ты туда же, ну такая девушка, Оль. Ну на самом деле, вот сейчас все так смеются, да, но на самом деле абсолютно не весело. На мой взгляд, сейчас у Рустама спала маска, о которой очень долго они нам рассказывали, но на самом деле не смешно. Он сейчас говорит, как ты посмел, как ты посмела ли Бежа и Лина оскорблять бедную женщину, а как ты сейчас смеешь сидеть и такие вещи при той же маме, не бережая ее ушки, о которых ты так много сегодня говорил. По Рафине девочек, которые вдвое тебя моложе, это девочки, это женщины. Потом идем дальше, ты сейчас ни за что, ни про что, извиня, унизил, оскорбил и пытался, я не знаю, втоптать в грязь новенького участника, который здесь всего три дня. Ты вообще о чем, Рустам? Ты сейчас о чем говоришь? Ты сейчас пытался защитить Ольгу Васильевну или свою агрессию и злость, которая в тебе непонятно откуда взялась, выместить на всех абсолютно беззащитных здесь людей. Я тебе могу сказать так, что... Они беззащитные, по-твоему? А кто здесь защитный? Это что, беззащитный человек, по-твоему? Рустам, да, это беззащитный человек. А чего он такого черта тут делает, этот беззащитный человечек? Рустам, такого же, какого и ты. Причем, в отличие от тебя, он сюда пришел строить отношения. Скажи мне, тебя назвали только что беззащитным. Это так? Ты беззащитен? Рустам, дай мне договорить свое мнение, не перебивай, пожалуйста. Я хочу продолжить все-таки. Ты беззащитен? Что касается... Отстань от него, Руси. Да что ж ты? Не отвечай ему, видишь, он провоцирует, не провоцирует. Хорошо, ты без защиты. Хватит, вы уже наговорились уже. Он тебе все сказал, ты ему. Рустам хочет получить, извините меня, потому, почему он получил. Я тебя умоляю. Сынок, какой рыдать? В присутствии твоем. Не путай ничего, Рустам. В присутствии твоем рыдать. Ну что ж, начали с посуды, а закончили с серьезным конфликтом. Видимо, есть о чем еще поговорить. И не все еще демоны выпущены наружу. Не хотите ли вы убраться здесь, на кухне? Она это целенаправленно говорила в присутствии парней. Мальчиков, которых она накормила, которых она приручила. Которые ей восхваляться начали. И говорили, Ольга Васильевна, какая вы классная, вы нас накормили. Она сказала, да, я вот такая. Встала с утра пораньше, все сделала. То есть, по-твоему, Лебеш, у Ольги Васильевны была определенная цель. Вас унизить перед мальчишками. Она возвышается за счет унижений других. Она не терпит, когда кому-то говорят хорошие слова, когда кого-то уважают больше, чем ее. Когда кому-то прислушиваются лучше, чем к ней. И, естественно, она вот такими женскими хитростями пытается себя утвердить в коллективе. В ВИП-доме жили, воевали, воевали со Светланой Михайловной. Переехали в общий дом. Теперь воюете, теперь с девчонками. И вроде бы как все от чистого сердца, от души. Да. Как обычно. Но, получается, почему-то всегда война. Дело в том, что, когда вчера я утром доделала хинкали и принесла ребятам эти хинкали варить, да, стол был грязный, столешница была грязная, в раковине плавала посуда. Я говорю, мальчики, давайте, говорю, уберем, чтобы в хинкали сварились, на чистый стол поставить. Мальчики стали активно помогать. Но Артур стал чуть-чуть бурчать, говорит, третий день мою посуду, третий день мою посуду, говорит, где у нас девочки? Я говорю, ну, вообще-то должен быть как дежурный быть, да? Он говорит, ну, хоть дежурный, дежурный, вот мы же моем сейчас посуду, если грязная. Начался вот с этого разговора. То есть вы сейчас намекаете на то, что Элина не чистоплотна? Нет, я про это слово не говорила, что не чистоплотна. Я говорю, вообще-то, говорю, девочки должны, ну, хотя бы немножко следить. Лично Элину я не заставляла, я не говорила, Элина, возьми и помой тарелки. Да как это, Ольга Васильевна, Ксюша, это не правда, да? Я не против, в принципе, нахождения мам, но все-таки мам, которые делают вещи, которые вообще для меня неприемлемы, непонятны, никогда понятны не будут. Я по-другому скажу. Вот сегодня, допустим, тема была посуду. Мне интересно сегодня то, что было, мне интересно то, что было тогда. А мне вот интересно, знаешь что, почему ты никогда не подойдешь, ни посуду не помоешь, ни приготовишь для мальчиков? Не задуматься ли тебе? Почему к тебе мальчики не приходят, и ты ни с кем не строишь здесь отношения? Вот самое главное. И это подвердят многие участники, которые слышали, сказали, конкретно, Ольга Васильевна, обращаясь ко мне, сказала, Элина, а ты бы не хотела сейчас встать, например, и пойти помыть посуду? Все же, честное слово, я этого не помню. Ну вот Ольга Васильевна как раз-таки уверена, что на твое такое негативное отношение к ней повлияла именно Элина. Потому что вот Элина приехала, и тут же у вас с Ольгой Васильевной конфликт. А до этого вы же нормально общались. Неправда, неправда. Элины не было месяц. Она приходила в ВИП-дом, когда она жила там. Да, и последний кадр. Утешала ее даже, помню, как-то. Утешала, потому что жалко, действительно жалко. Она постоянно плачет. И, если честно, мы все уже стали виновниками ее слез. Я каждый раз, когда она плачет, чувствую себя виноватой. Каждый раз. Вот абсолютно, будь это Саша виновен в слезах, будь это еще кто-то или еще кто-то, я виновата тоже. Но Элина здесь ни при чем, ты считаешь? Элина вообще ни при чем. Ну и точно считаешь, что именно Элина. Ну, Ольга Васильевна будет скидывать на кого угодно. Она будет говорить, что все вокруг виноваты в том, что к ней плохо относятся. Но никак не она сама. Ольга Васильевна, вы в разговоре с новеньким Женей сказали, что от хорошей женщины мужчина бы не уходил. А от Элины даже Габриэль убежал. В чем она плохая? Как женщина, вы мне объясните. Нет. Эту фразу сначала сказал Женя. Если ты такая крутая, если у тебя все так есть, и ты вообще прям вах-вах-вах, такая мудрая женщина, так почему тогда Самсонов-то от тебя ушел? Вопрос. Ведь Самсонов-то бы от хорошей женщины не ушел. Понимаете? Вот есть такая пословица, от хорошей девушек никогда парень не уходит. Я говорю, ну да, получается так, что от хорошей девочек, когда они себя ведут нормально, мужчины не уходят. Ольга Васильевна, я вам скажу еще раз. Мне абсолютно все равно, что вы что-то считаете обо мне. Абсолютно. Мне, потому что вы для меня не авторитет. В вас нет ни одной черты, которую бы я хотела перенять себе. Если вы любите готовить и убираться в доме, пожалуйста, welcome в вашем распоряжении целый дом. Я могу сказать, что если у вас времени занимает меньше привести себя в порядок, или вы не приводите себя в порядок, да, занимайтесь, готовьте чем-то вы умеете. Я это не люблю делать, и я занимаюсь тем, что я умею, и что я хорошо делаю, и люблю выглядеть хорошо. Если вы любите вкусно покушать, пожалуйста, готовьте на всех, и берите этим людей вокруг себя. Я возьму совершенно другим. И я попрошу, у меня есть моя мама, единственный человек в мире, который является для меня авторитетом. И если она мне сделает замечание, я это услышу. Все остальное – это вода, и не имеющая для меня просто какие-то речи посторонних. То же самое, что если я буду читать в интернете и пытаться кому-то что-то объяснить. Мне интересно. На самом деле, Ольга Васильевна в данном конфликте вообще сторона третья. Если честно, он начался с парней, потому что разговор о том, что девочки нехозяйственные, начали наши парни. Я слышал это конкретно от Артура. Ольга Васильевна его поддержала, но суть не в этом. Сейчас хотелось бы сказать, что наши девочки, ну по большому счету, как только начинается какой-то разговор, они становятся в позу воинов. Такое чувство, что девочки пришли сюда украшать себя и цицеронствовать, ораторствовать, вылазить на баррикады и вести кого-то на войну. Все говорят плохое за Кирилюк, но на самом деле особой-то разницы нет. Любой вопрос, любая мелочь. И тут начинается такая дьявольская свара, что просто непонятно, что вообще происходит. Получается, да, Паш, кто-то плюет в блины, а кто-то эти блины даже не делает и не готовит. Конечно. Она хотя бы их приготовила, да. Нашли плюс в этом. Нашли плюс, да. Нет, на самом деле, на самом деле, что как бы мне хотелось бы, да хрен с ним, с готовкой на самом деле, просто хотелось бы чисто по-человечески, чтобы мужская и женская спальня немного друг друга уважали. Да, не соприкасаться никак. Я сегодня ей сказала, либо мы не общаемся вообще, либо наши разговоры не будут прекращаться. То есть, ну, мы постоянно будем сталкиваться с Сашей лбами. Постоянно, потому что это не прекратится. Вот это тоже меня убивает, что приходится не только Ольге Васильевне, получается, объяснять, да, но еще и Саше потом объяснять. Еще, не дай бог, сейчас подключится вся родня Ольги Васильевны. Вот это будет трэш тогда. Ну, Элина жила в городских квартирах, я вчера краем уха услышала, что она наняла уборщицу, которой я ей квартиру убрала. Ну, правильно, вы как мама советуете девочкам уже с точки зрения опыта. Поэтому я думаю, что девочка, которая начинает строить отношения и пришла в коллектив, это ее дом, второй дом. И как же не беспокоиться о чистоте и порядке? Неужели можно только навести свою красоту и сидеть? Вот я, например, прежде чем выйти вниз или что-то готовить, я всегда и прическу сделаю, и маникюр сделаю, а потом начинаю готовить. У меня везде чистота, порядок. Ну, неужели я за 65 лет не могу девочкам свой пример показать? Я плохого ничего не показываю. Вы как мама и как бы думаете, что они ваше будущее. А Элина говорит, что я для нее не авторитет. Ну, тогда ее мама пусть авторитет, пусть мама ей подскажет, что, Элин, все-таки не всегда у тебя будет говернантка, не всегда у тебя будет кухарка. Что-то ей самой надо делать. А скоро же день матери? У меня сейчас трешечка, но скоро я себе четверочку сделаю. Ой, вообще буду. Телочка, отпад. А я накидки себе сделала. И будем это с тобой самые красивые. С тобой и так, с тобой красивые. Девочки, наши самые хорошие девочки. Девочки, ну сделайте нам, пожалуйста, покушать. Иди отсюда, иди. Слушай, ты гость красномордый, ты откуда вырос вообще? Придурок. Ты знаешь, кто я? Я топ-модель. Смышно, простите. Садись. Я топ-модель, а кто ты? Ольга Васильевна. Слушаю вас. Мы так хотим кушать. Покормите нас, пожалуйста. А что, девчонки не готовят? Вообще не хотят. Только за собой смотрят. Вот я и маникюрчик, и педикюрчик, и все успела сделать, и еще и к вам спустилась, и приготовила. От всей души. Пожалуйста. Пожалуйста. Я тебе, милок. Пожалуйста. Не то, что наши девчонки быстро и вкусно. От всей души. Посмотрите, пожалуйста, на эту либершу. Ну что, ты видела? Ты слышала, как она смеется? Когда она ржет, мне плакать хочется. А-а-а! Понял? А ты видела эту модель? Модель. Я лучше пройдусь. Показать? Показать? Покажу. Посмотри. Она говорит, мандель какая-то она там. Мандель. Видала ли мы таких? Вот такая. Бабка с ума сошла вообще. Еще и по первой позиции. Мужиков кадрится, его там мало. И по первой позиции назад. Машину свою продала? Дороже была. Знаешь почему? Да ты че? Кое-кто на нее помочился. Черкасов что ли? Крэзи меню. Только выставила объявление, продаю машину. А все пишут, это та самая, беру. Да ты че? О, выгодно. Подожди. Привет, девчонки. Вы такие лакшери, особенно ты. Может, пойдем в кухню, попьем чайку, поговорим. А-а-а-а. Вообще дурак. Посмотри на него. Ты че, дурак что ли? Ты дурак что ли? Ты дурак или как? Либи. Объясни. Мы хотим принцев на машине, дорогой. Я этого достойно. Да. Понятно тебе? Давай, дуй отсюда все, свободен. Щенок. Да. Обидели нас коварные бабы. А вы у ваших баб спрашивали, борщ из чего? Что готовится? Спрашивали, не знают. Ты видела, как они истощали? Видел? Видел. Истощали, что одна глистяра. Мне кажется, глисты у них, если честно. Ну так, от всей души, правда, ну, глисты, мне кажется. От всей души. Поэтому одной передай от души, и второй передай от души. Возьми, пойди. Пойдем по кругу. Поешьте, девушка. Поешьте. Ты вообще русский. А ты вообще русский. Я вот русский до мозга костей. А ты вообще русский. Ты понимаешь, что тебе говорят? И сейчас вот эту штучку засуну тебе в одно место. Ты понял меня, да? Ты знаешь, кто я? Ты вообще меня потянешь? Сынок, ты меня не потянешь. Та на, возьми, радуйся. Это все, что ты достигнешь в этой жизни. Понятно? Давай, свободны. Свободны, придурки. Ой, а мы с тобой дождемся нормальных мужиков. Наконец-то, я знаю, чего хочу. Его увижу, еще швейцарский его увижу, и сразу пойму мой. Знаете, собаки хоть пожрите-то, а? Голодные ходите. Слушайте, Ольга Васильевна, вы что нас провоцируете? Саша, они меня обижают. Помоги, есть не место. Саша, они меня обижают. Пойди сюда, кляча. Видела, как я попал? Мы выбираем Ольгу Васильевну. Черт! Че это вы, мальчики? Никаких вам романтиков. Мальчики, подождите. Как не романтиков? Подождите, мальчики. Как романтиков не будет? Как романтиков? А как же я? Как же я? Андрей! Ты меня тост. Как же я? Сой, вернитесь. Элина предложила, говорит, давайте игнорить друг друга. На что Ольга Васильевна согласилась, сказала, давайте. И, знаете, не успела лавочка остыть, на которой сидели, как вы говорите, женщины. Как тут же, значит, одна вышла, другая пошла к Либе. И, в общем-то, понеслось. Вы знаете, я могу сказать, что договоренности сегодня мы в априори не можем друг друга не обсуждать, потому что у нас, во-первых, был тет-а-тет, во-вторых, естественно, мы будем это обсуждать на лобном, и так понятно. То есть мы ложимся спать, и я надеюсь, таки Ольга Васильевна забывает меня. Ну, я сегодня считаю, что, кстати, тет-а-тет отличный был. Я вот все сказала, все, что хотела, и... А я не все. Слушаем вас, Ольга Васильевна. Ну, я забыла сказать, когда Элина сказала, для меня самое главное навести красоту и прилично выглядеть, я у меня мысль потерялась. А потом вспомнила, когда вышла. А ведь я-то, начиная утро именно с этого момента, я привожу себя в порядок, причесочку, маникюрчик, а потом начинаю уже готовить, убирать еще. Да что ты говоришь, Элина? Ну, я серьезно. Ну, я не хожу в дорогие салоны, как ты ходишь, у меня нет таких долларов в перманах, но, однако, я всегда вижу прилично. Элина, ну, ты взрослая девочка, ну, действительно, ну, зачем вот унижать... Я понимаю, что для тебя там ни возраст, ни статус не важен, но в любом случае, как бы, да, зачем женщине, которая за 60, говорить о том, что она... Ну, ты же не знаешь, как ты будешь, как я буду выглядеть в 60. Ну, никто из ребят не видел, чтобы я вышла лохматая, непричесанная, без маникюра. Не, я просто, чтобы уточнить, вы причесанная. Да. А, ну, я просто, чтобы понимать. Понимаю, как хочешь, я просто уточняю. Лохматая. А, я лохматая, ну, я вот тоже, чтобы понимать, я лохматая, Ольга Васильевна причесанная, все хорошо. Ну, действительно, по ее меркам, как бы, да, вот там, ты лохматая. Да, да, опять же, я же говорю, относительно все, да, у нас же, как бы, поэтому я уточняю же. Ну, при этом ты хамиешь пожилому человеку в любом случае. Нет, я не считаю, что я хамлю, я считаю, что Ольга Васильевна, поскольку со мной вообще вышла на вот такие диалоги, и тыкает, пытается меня где-то носом, как котенка, я считаю, что здесь не надо включать мне маму, у меня своя мама есть. А если вы со мной начинаете вступать в такие полемики, в какие-то диалоги, тогда, знаете, давайте уж как-то так разговаривать на одном уровне. А то вы сейчас, понимаете, если вы сейчас будете включать маму, опять там сына позовете, что давайте мне семью, что ли, позвать сюда, что зовут? Я позову свою маму, у которой 90 лет. Вот маму свою я позову, у которой 90 лет. Да не надо, Ольга Васильевна, я вас умоляю. Завтрашнего дня, я надеюсь, что мы не будем друг друга вспоминать. Конечно, не будем, я видеть не буду тебя. Спасибо большое. Смотрите, тот вопрос, который подняла Ольга Васильевна, он не так уж, понимаете, и неприятен должен быть, потому что действительно это та территория, на которой вы живете, та территория, за которую вы ответите, не только за тот угол, где вы спите, да, ты, Либерш, все остальные девочки, все остальные мальчики. В общем-то, я тоже иногда прихожу и в полном ужасе от того, какая картина творится. Я это все 10 лет, в общем, здесь и обсуждаю. Я не говорю, что в данной ситуации вы плохи, но, в общем-то, она сделала замечание, да, сказала, девчонки, неплохо было бы посуду помыть. Но разве это стоит того, чтобы потом вот два дня это обсуждать, хамить друг другу, говорить там какие-то нелестные высказывания? Если бы так, как ты вот сейчас сказала, вот так вот было сказано, Блин, реакция была бы вообще другая. Абсолютно. Вот то, как ты сейчас это сказал, это называется мудро и грамотно. А то, когда было сказано, Элина, а ты не хотела бы сейчас встать и пойти, например, помыть посуду? На что я говорю, нет, не хотела бы. Но после лобного Ольга Васильевна расплакалась от обиды. Саша Гобозова и Алиана Устиненко не было в периметре, и многие ребята с опасением ждут возвращения Саши, который, скорее всего, не оставит без внимания слезы своей мамы и захочет поставить на место Элину. Ольга Васильевна, выходи, давай, я вижу тебя. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Да не хочу, я хочу. А что ты там плачешь-то сидишь? Залезла в детский домик. Очень хорошо. Ну что тебя гнетет? Ну что? Ну, Элинка выглядит некрасиво налогным. Это все поняли. Все это поняли. Все. Это все понятно. Некрасиво. Я думаю, кстати, что она изменится. Вот у меня такое ощущение. Потому что она перегибает ужасно. Извиниться. Хватит ты рыдар. Мамя. Ну, из-за чего рыдать? Ну, девки-то, понятно, неразумные. Не понимают они еще. Они подрастут и поймут. Пошли. Сыро на улице и неприглядно. Вот так свежет. Вот так. Вот кто-то с горочки спустился. Наверное, милень, хай ты мой. На нем защит ноги, настерка. Пойдем. Плачет она. От курочка. Вот мне Бог подругу послал. Господи. Боже мой. Вот она сидит и со всего дома, она решила мне сказать. Я так думаю, у нее лично это. Я ее спрашиваю. Она не отвечает на мои вопросы. Тебе, чтобы понять, что она думает, тебе же не обязательно говорить о ее внешности, ну и вообще переходить на личность. Она говорит, я привожу себя утром в порядок. Я говорю, для вас это вы в порядке, чтобы понимать, что все относительно. Вот смотри, относительно моего восприятия, не в порядке. Мы выяснили сейчас на лобном месте, Ольга Васильевна сказала, что я лохматая, я не приведена хорошо по ее мнению, всегда в порядок, а она приведена. Видишь, относительно ее мнения, я вот такая, а она вот такая. Относительно моего мнения, другая, так мы выяснили. Я же говорю, все очень относительно. Короче, дай надай вниз, ладно. Как так можно вообще? Что такое вообще? Как еще сваливает на меня? Нормально. Вообще бессовестная красная рожа. Да, я вам его знаю. Хелл бой. Граф, как дела? А, круче. Все, сейчас приду. Глаза все могут. Мам, где? Что ты опять слезы лила? Что ты опять плакала? Мам, не обращай внимания на... Понимаешь? Не буду выражаться. Мне не надо. Мам, ты же прекрасно понимаешь, что им до тебя далеко. Правда всегда колет глаза. Вот, я очень сильно устал. Если пойду пару слов с Элиной перекинуть. Не надо вообще с ней перекидываться. Саша, она просто показывает, что я... Я когда подчеркнула, что я, когда утром стою, прежде всего делаю прическу, маникюр и выгляжу всегда опрятной. Она над этим посмеялась. Вы опрятная, вы прически. Понимаешь? Я говорю, Элина, ты меряешь все свои, так сказать, роскошные заслуги за счет денег. А у меня и таких денег нет. Поэтому я стараюсь сама выглядеть прекрасно. Ладно, Мучка, все, побежал спать. Не вообще не заходи к ней. Я тебя очень люблю. Все, спокойной ночи. Я вам там ужин приготовила, Андрея. Да, спасибо большое. Вот, все, мам, я тебя люблю. Спокойной ночи. Ну, не связывайся, Саша. Ладно, хорошо. Подожди, Русь. Не уходи. Не уходи. Я... Ну, иди в баню. Да, поговорил с мамкой. А где Элина? А где она? У себя? Хорошо. А зачем? Мечта нужна. Нет, ну, хочу стучаться надо. Ну, мы, да, хотели. Я видел, что ты идет. А что же случилось опять? Слышь? Не знаю, Сань. А? Не знаю. Обтекай, е**, курица. Ты че? Обтекай, сказал. Ты че? Ты че? Курица, е**, е**, опущена. Стой, стой, стой. Ты че? Обтекай, е**. Е**, 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 е**. Иди сюда. Баба е**. Иди сюда. Слушай. Что? МРАЗИНЕ. Ты мрАзь, мправь. Я прошу тебя, под extensions. Да уберите ее. Не задерживайтесь. Дерьмо. Спокойой ночи, ребят, всем. Дерьмо. Ты Баба сковался. Все, давай. Иди сюда, тварин. Да не нужно с тобой общаться. Что ты делаешь? Что? Иди сюда. Я здесь на обосной машине, чмошница. Иди отсюда с тобой. Опущенный с тобой общаться не хочу. Все, до свидания. Сдохнешь под забором. Не слушай. А? Не слушай ее. Да не ничего. Успокойтесь. Не, все, все. Я это чисто вот хотел так и все. А я не могу понять, а с чего вдруг он зашел? Что-то понять не могу. Что произошло? Короче, он заходит и говорит, ну что, курица, тебе классно обтекать? И, короче, выливает ей на голову, ну, что-то какую-то жизнь. Кипяток? И все. А за что? Что, Ольга Васильевна позвонила и нажала? А я понять не могу, что случилось-то? Вот я тебе говорю, собака. Мы сами не забывали. Больше не было ничего, никаких слов. И все, началась драка. Ольга говорит, подходит, привет. Все, выливает воду, уходит. И хипиш этот начинается. Все? Давай, я тебя ждал. Кому ты ждешь? А? Знакомая подружка. Сюда прий? Да, надо к шлопам. А, пойдем. А, подружка, господи. Все, все вопросы решили. Все. Ну, я, Елена, умыл немножко. Чем? Водичкой. Ну, Саш, ну я тебя, ну, просила я тебя. Ну, Саш. Когда начинают оскорблять, унижать, мол, маму, извини меня, пожалуйста, на самом деле. Это уже как бы разговаривать здесь, что-то выяснять. Я не посчитал нужным приходить и спрашивать, а что ты сказала, а что моя мама сказала. Когда тварь моей маме говорит, лохматая, или какие-то такие вещи, понимаешь, ну, это уже, тут нельзя уже не молчать, ничего. Поэтому я зашел, вообще просто молча. Если мама успела поздороваться? Мама зашел, обнял, поцеловал, прожелась спокойно. Ночью успокоил ее. Пошел, да. Налил на нее и сказал, обтекай курице. Правой рукой почесать лицо. Как ты гипсом ушатаешь себе, у меня было просто такое. Спишь, спишь, а что она? Ай-я-я-я-я-я! Это нехорошо! О, это там, это что-то доведите. Подожди, подожди. Элина, иди сюда! Элина! Эй, ты, что ты не заходишь, гнида мне? Ты гнида мне, вонючая, слышь, что ты? Куда ты уходишь? Куда ты уходишь, баба, вонючая? Вонючая баба, гнида, вонючая. Что ты сдохла вообще? Гнида вонючая, что ты уходишь от меня? Что ты уходишь? Иди отсюда, с проект. Че ты хочешь? Верься своей мамашей, конченой отсюда! Вы конченые, оба! Вы конченые, оба! Че ты сказала? Просто конченые! ..て hele дно свято! Х Abba динам приз Sem inputs,all하Ysue Че ты сказала? Я вам покинула их чтобы сохранить нас! Надинам leaves Dude!!!! Что ты сказал? Адддэка.. Кого ты, сука, назвала? Сука, я жду! Ты, сука, хочешь? Не нравится тебе отойду! Давай успокоить! Тихо, тихо! Давай успокоить! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Бежите в человеку! Да бежите, ёлку, он ничего не рыпает! Чмошница! Ты чё? Ты чё? Ты чё? Что ты делаешь? Вот только я его буду видеть! Вот такая тема будет! Девочки, я вас прошу! Не надо, не надо! Поезд Москва-Тамбов отправляется с пятого перона! Слушай, я тебе чего не чувствую? Ты, по-моему, наела лишнего! Нет! Я сегодня как раз снова взвешивалась! Представь себе, я была в девчонках! Это просто этот... И ты спокойно! Сейчас с поезда вывались! Ну! В общем, когда я сюда пришла, было почти 80 килограмм! Ага! Сейчас 73 килограмма! Ну, какая ты молодец! Вот! Ещё чуть-чуть и в балет! А я в девочках была метр шестьдесят, а сейчас метр пятьдесят три спала! Да ты что? Утопталась! Да, она слезет! Чё ты... Ольга Васильевна, ты сиди ты, я уже подвинул! Иди мои тапочки! И на свои где-то ты там взяла! И такие тапочки душевные! Господи! Давай надевай! Ольга Васильевна, всё! И не лезь на рожон! Да я не буду лезть! Не разговаривай с девками! Они злые, как андатры! Можешь ты передать и Лене, и Леберь, что она вас оставляет в пустое! Ольга Васильевна, я им даже ничего передавать не буду! Пусть они сами себе передадут это! Всё! Двигая встала! И ты сильная! Я тебе говорю, не делай виноватый вид! Не делай! Не делай! Девки знали, связываются с Гобозовым! Ну, с Гобозовым! Какой с него спрос? Ну, он же злющий бывает! Слушай, а можно же посмотреть это? Ольга Васильевна, успокойся! Посмотрите! Успокойся ты! Понял, о чём ты! Что там надо посмотреть? Скажи, кто первый начал? Что нужно смотреть? Ну, зашёл, вылил воды из-под крана! Вот это я знаю точно! Ну, вот Серёжа, по-моему, сейчас знаешь, что сказал? Вот когда узнал всю эту ситуацию, он говорит, вот я бы за свою маму врезал! Ну, этот-то врезал-то понятно! Что врезал, то врезал! Ольга Васильевна, ты видишь! А Даша говорит, что Саша неправ! У нас у всех один аргумент! У каждого есть мама! 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 Первое слово! Главное слово! В нашей судьбе! Мама! Жизнь подарила! Мне и тебе! Нет, ещё там! Мне и тебе! Мне и тебе! Мне и тебе!